здрасте друзья мы с вами на канале это он т.в. в программе с большой буквы меня зовут марк горин со мной в студии наш очень интересный собеседник свимаген в прошлом в прошлом посол израиля украине и в россии в настоящее время старший научный сотрудник институциональной безопасности израиля здрасте здрасте ну первым долгом естественно хочу поздравить наших зрителей с нашим замечательным праздником песок праздником весны свободы освобождение вообще может быть праздником начала всех начал вот мы имеем право это сделать и пожелать самого лучшего да так вот если мы говорим о начале начал вольный или вольную каждую тема есть свое начало вот извечная вечная извечная тема наших взаимоотношений с палестинскими не знаю как сказать закрытыми братьями соседями там партнерами по переговорам которых не существует вот опять-таки кстати о переговорах обумазан предложил премьер-министру нет они ягу встретиться в москве без всяких предварительных условий видимо это каким-то образом отражает продолжение там бывших саудовских инициатив что-то вот такое мне с другой стороны это происходит на фоне не приближающихся сделки века с третьей стороны это происходит на фоне прошедших у нас выборов то есть общество продемонстрирует свое отношение к тем или иным политическим тем как вы считаете нашему примеру надо ехать надо принимать это приговор я порекомендовал подождать и посмотреть куда это может развиться на смотрите в конце концов такие предложения хотя они звучат достаточно ну так сказать интересно они сами по себе на пустом месте не рожают они так или иначе являются отзывами какие-то другие события и неизвестно насколько они имеют ввиду то что они сами говорят а имеют ввиду или отвлечь или привлечь или воздействовать на другие процессы происходящие параллельно я прошу прощения я вспоминаю это язык данщика чтобы скрывать свои мысли и все выходит из чего-то она сама по себе ничего не происходит тоже красиво но в этом контексте я хочу напомнить что вы уже сказали что приближается якобы еще не доказательств но якобы приближается а вот сделка века сегодня да по моему заявлено что в июне и и перенесли даже не до мая на юне сказали это после рамадана после мусульманского праздника что их тоже успокоить якобы что дает но в принципе прошу прощения я думаю мои друзья у меня есть друзья среди мусульман они поймут мою шутку ноговоды животных такое слушать это очень неприятно еще тяжелее чем просто ну и получается получается что он он как-то реагирует на что он реагирует в конце концов до данного момента бумазан и его команда заявляла достаточно громогласно что они не признают никаких сделок века ни на что они пойдут и с американцами вообще разговаривать не будут с другой стороны по моему уже все мирового вся мировая общественность так присоединяется к это сделка к свершившемуся факту что она якобы уже существует хотя она не оглашена но есть конечно маргинальное мнение что ее вообще не существует или она не будет оглашена есть и даже будет она в конце концов никуда не приведет можно и так вы уже слышали эту реакцию взятия трампа когда он написал у вас ну в твиттере чтобы не могу понять почему вы настолько против того чтобы ваш народ наконец получил мир ну это тоже есть проблема с палестинцами но сейчас мы про сделку и в этом контексте есть несколько проблематичных участников или еще вернее не участников палестинцы они составная никуда не денутся поэтому с ними не скажу все ясно но с ними надо разобраться отдельно стоит российский вопрос россия в этом контексте собственно говоря что предлагает она предлагает параллельные или альтернативные ходы вместо американских и пытается убедить не впервые между прочим палестинцев что у нее ее предложение лучше и она будет поддерживать как раз палестинскую сторону а не как те скажем запад который поддерживает почему-то однозначно израиль и и московские предложения лучше и лучше и пирующие палестинцы якобы да но но почему-то последние полтора два года эти предложения так и иначе хотя они обсуждаются они отзывы не находят включая нынешние заявление но она вчера помню что где-то месяца полтора назад был слет палестинца в москве и недавно тоже собирались те или иные представители мы говорили об этом да и получается что идет параллельно какая-то активная деятельность со стороны россии для того чтобы так или иначе по моему для того чтобы подключиться к процессу сделки потому что в конце концов и альтернатива ни в коей мере не стоит на уровне американского предложения потому что американское предложение все объемлище она касается всего региона за ним уже стоят по моему большинство государств региона и по моему там есть и так или иначе еще финансовый момент тоже достаточно веский да уж более чем там но мы садись до порядка 120 миллиардов долларов то считает и считает но и в этом контексте но у россии ярко выражен интерес быть участником это процесса и можно понять ее позиции потому что не быть участником такого крутого или серьезного мероприятия то в конце концов ущерба и статусу как держа мировой державы международной международного игрока и так далее поэтому она пытается или предложить альтернативы или и что верятнее больше что более вероятно так или иначе попытаться пригласить себя на это мероприятие я вымазывая то контексте конечно пытается сделать все чтобы или сорвать это мероприятие или воздействует на него или позависит цену непонятно до конца но все же это основная игра сейчас его предложение к натаньяу он интересно потому что я готов на переговоры без каких-то предварительных условиях что в свое время это не заявлял да именно это да это новый поворот якобы дойдет давно под эгидой москвы допустим он согласится что еще из этого будет непонятно эгидой москвы это не условия он предлагает но поэтому я бы этого не делал теперь сногсшибательного скажем на развитие событий я бы именно рассматривал это как составная и этого процесса который пытается воздействовать на основное что касается американской инициативы в этом вопросе то вероятнее всего это уже свершившийся факт как я сказал повторяюсь и достаточно много доказательств на местах что это существует и по моему россияне воспринимать это очень серьезно и существует это ввиду например тех заявили сегодня между прочим палестинцам это уже обсуждали свое время что вот доказательство этого процесса это как раз передача израилью его составной скажем его участие в этом процессе например иерусалиме голландские высоты и добавили авансом то что да и аванс но это больше чем аванс это уже это уже процесс это уже часть процесса но вас тоже часть да это воспринимается как обещание тут уже реализация не обещание тоже в этом контексте возвращаясь на круги своя получается что у американцев готовы в этом мере проект за ним вряд ли всего стоят те или иные государства региона напоминаю садовскую аравию и части государств и залива персидского залива египет и ордания кого больше побыл больше никого не надо хочу напомнить в прошлое времена именно эти государства мешали мирного процесса пытались и воздействия на пытались и воздействия на палестинскую сторону чтобы она не на какие уступки не шла сейчас получается полностью наоборот они их давать и додавят чтобы приволочь и к этому здесь есть очень интересный нюанс я бы даже сказал я прошу прощения такое не парламентское слово шкурно волнующие вот нас израильтян маленький но гордый народ накануне выбора бывший будущий уже как бы почти вечный наш премьер-министр сказал что он собирается аннексировать иудеи самаре все это сочли за предвыборный такой ажиотаж типа надо еще какие-то пять копеек там немножко бензинчика поднять в отказе но сейчас когда мы уже опомнили ведь все ждут ведь как вы говорите авансы выданы и иерусалим и гауанны и этот корпус стражи исламской исламской революции чтобы у него печенка заболела признали террористическим давно пора которого есть уже все авансы теперь все ждут а что же они у нас как бы отрежут так вот нет ли ощущения что вот этот вот про аннексию людей и самареи тоже вроде упадает но аннексию не всю а только часть того что уже на самом деле есть вот большие поселения а остальное извините ребята придется отдать и непонятно будет название политическое государство или не будет похоже что они идут тому что не будет но тогда что будет 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 большая автономия автономия чего автономия не бывает ничего израиля и ордании и куда денут газ мы отправляемся в вольное философствование на этот еще это вы знаете ну как бы я скажу что я бы да 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 интересно вот может быть поэтому он и ждет вот этих переговоров вот к чему это все ведет да неспроста было сказано что не будет государства или государства неспроста было сказано но что имеется ввиду тут есть несколько вариантов как раз пользу палестинцев или всяком случае не во вред палестинцам что это означает пока не будет значит это временные достижения или результат имеется ввиду результат этих переговора это сделки века значит договоримся пока временном каком-то там статусе окончательный окончательное решение примем где-нибудь скажем следующим поколением например это может быть предложение автономии не автономии извините афе федерации когда говорите об автономии это обидно но когда в три федерации это И не исключаю, что именно оно и включает в себя это предложение. Тут есть несколько составных, например, у палестинцев, с которыми тоже непросто. Например, что с Азой? С газой по-русски. А газа сама по себе тоже отдельная автономия. А с ней ведь тоже кто-то ведет тайный переговор. Например, Россия также. И Россия тоже пытается додавить палестинцев, что просто так и предлагают переговоры с Датаньяу. Говорят, участвуйте. Если нет, то, например, газами предложим отдельную автономию, что будете делать. И так далее. Поэтому тут масса вариантов. Поэтому все эти высказывания, они носят якобы четкий, жесткий характер. Вот именно этого я от вас говорю. Вот я и говорю. По-моему, действительно, вероятнее всего, есть новое предложение. Потому что все стороны давно известны. Что касается заявления Датаньяу, то он может заявлять, конечно, естественно, кто он есть. Но хочу напомнить, что он еще пока обязан своему собственному заявлению о двух государствах. То, что называется... — Брюанская декларация. И в этом контексте он от нее не отказался. Значит, пока он от нее не отказался, все остальные высказывания, они носят, не скажу мелочные, но все же какой-то частичный характер. — Ну да. Должны идти в русле вот этого... — Поэтому тут или это два государства того или иного тока. Тут еще масса открытых вопросов, что делать с газами, что делать с теми, что делать с иными. Или тут новый подход. Федерация или временный переходной период, или как хотите. Гудно, что называется у них. Долгосрочное перемирие. И это неплохие предложения. Никому не вредят. — Конструктивные. — В этом плане. Но что на самом деле, что за ними кроется, пока можно только, как мы сказали, гадать. И поэтому мы тут философствуем. Но на самом деле, по-моему, предложения достаточно серьезные, в какой-то мере инноваторские. В том плане, что там не повторяют уже предыдущих ошибок, а предлагают какие-то новые наработки. — Да. Да, новые наработки. Есть вопрос только, понимаете, какая штука. Если в Вашингтоне предполагают, что это и есть, ну, те преференции в адрес палестинцев, то, что мы заберем не всю Иудею и Самарию, а только, ну, оставим те поселения, которые крупные. То есть, ну, мы же видим, что вот Либерман, будучи министром обороны, он активно сосредотачивался на трех, четырех, шести географических названиях, которым он разрешал строительство, который, по сути дела, та же кантональная политика, которую он тут продвигал, будучи, так сказать, как политик, не как министр обороны, а как политик, то, что он рассказал. — Если Вашингтон с этим согласен, то это еще не самое плохое дело. Но мы, во-первых, не знаем, чего хочет Вашингтон, конкретно от нас. Мы не знаем, хочет ли Вашингтон это самое, эти два государства. Мы, как говорится, не знаем ничего. И при этом, там надо все-таки решать, ехать к премьер-министру, вот принимать ему это приглашение, в надежде, что, а вдруг, в последний момент, откажется самому базу. Когда мы там, это, собирались, была большая аллея, там, уже была, уже, уже, смотрела нам в окно, то был такой анекдот, не знаю, говорит, два еврея, о чем вы спорите, но ехать, да. Но поскольку мы уже здесь, то эта тема уходит. Надо ли ехать? — Я вам решу это, дам ответ на этот вопрос. — На следующий программ. — Нет, этому тоже можно попроще, смотрите. Он тоже не сам по себе, потому что предложение, в конце концов, оно его основного союзника Соединенных Штатов. Соединенные Штаты предлагают программу. Ехать сейчас, это значит отказ от программы, не дай бог. Поэтому он не может, не скоординировать это с президентом Соединенных Штатов, идти, скажем, на сторону России, в данном случае, по-моему, это не так, но допустим, да, и принимать те или иные новые условия, и портить, скажем, игру своему союзнику. Поэтому я не считаю, что это оперативно. Но все может быть, я знаю, пойдет по-собору. — Понимаете, конечно, вот есть известное понятие дезертиры мира. При Обаме дезертира мира был назначен Израиль. Сейчас в глазах не только наших, или даже американских, но и саудовских, и евгипетских дезертиры мира — это палестинцы, что в Ромале, что в Газе. И вот это приглашение в Москву, которое, как это, предложение, которое принять невозможно, как я понимаю из ваших слов, по-собору пытаются перевести опять дезертиры мира Израиль, чтобы его не приняли. И на нас пока, вот видите, они не хотят. Это все, это только говорят, и езжу понятно, что за этим стоит. Но все же, но все же, в какой-то мере его заявление, осторожно обходя острые углы, допустим, глобальной политики России, Соединенные Штаты, то есть само заявление обумазано, оно в какой-то мере является сменой позиций. Потому что вместо однозначного негативного ответа до данного момента, он говорит позитивно. Не так, но так, но да. Он готов говорить обо всем, говорить обо всем, без предварительных условий. Ну что? А там, где будем говорить, или... Зато в Москве, я понимаю. Поэтому тут кто-то его заставил что-то сказать. Ну, наверное. Кто-то вил. Наверное. И это уже интересно. Тоже интересно. Друзья, древние китайцы, а есть мнение, что они еще более древние, чем древние евреи, что странно в общем, они говорили, не позавидуешь человеку, который родился в интересные исторические времена. И в этом смысле, может быть, нам с вами трудно завидовать. Но, вы знаете, единственное, что успокаивает, это то, что вслед за интересными историческими временами, хочешь, не хочешь, мы обречены, как на выход из Египта, мы обречены на то, что вслед за интересными историческими временами пришла какая-то стабильность. Вот о том, когда она придет, и как она будет выглядеть, может быть, еще интереснее, чем интересные времена. Мы поговорим обязательно в наших следующих программах, в наших очень интересных собеседников. Спасибо ЦВИ. Спасибо. Спасибо всем, кто был с нами в эти минуты на канале ИТОН-ТВ. ИТОН-ТВ